Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрина. Это вторая серия Heavy Rain'а. И судя по предыдущей серии, я поняла, что в игрушке будет куча багулин, как вы и написали мне в комментариях. Самое главное, чтобы эти багулины критически плохо не повлияли на сюжет, чтобы я из-за них не потеряла какого-то персонажа. И еще хотела сказать по поводу того, что я не сравниваю Heavy Rain с Detroit'ом, а просто провожу аналогию между играми, так как в Detroit я сыграла в первый раз, до этого потом уже в Beyond the Souls и теперь в Heavy Rain. Просто здесь очень многие моменты похожи между собой, так как это одни разработчики, правильно? А так это две разные игры с интересными сюжетами. Продолжаем. Он так не любит оставаться последним в школе. Похоже, он не расположен со мной говорить. Такой сильный дождь. Льет, не переставая, уже не первую неделю. Я опоздал опять. Шон ждет меня в машине. Надо возвращаться. Давайте все мысли чекнем. Надо возвращаться домой. Да мы поняли. Заходим. Шон, дорогой, прости, пожалуйста. Так, это что? А, все правильно. Ремни безопасности. Ага, как-то осмотреться я не могу. Уроки вождения. Хорошо, хоть не дали мне везти машину. Хорошо, хоть не дали мне везти машину. Райончик тоже такой, где Кэра жила. Граффити, как мы с Маркусом искали. Просто приятно между собой проводить аналогии. Мне дотроид очень нравится. Одна из моих любимых игр. Я думаю, Хеверайн тоже будет в этом списке. Просто я узнала позже про эту игру. Грейс. В эти выходные Шон остается у Грейс. Ко мне он приезжает с неохотой и всегда торопится вернуться к маме. Они развелись. Время еще есть. Потом займемся уроком. Так, пять часов. Серьезно? Пора поесть. Может, Шон голодный? А у него можно спросить? Пойдем с ним чуть посидим. И пойдем кушать готовить. Ой. Резко встал. Прикольно, что они в свои игры еще добавляют такие мини-мульты. Ладно, смотри. Не отвлекайся. Шон, не хочешь поговорить? О чем бы это? Не знаю. О тебе, о друзьях. Как идут дела? Все нормально. Если Шон голодный, он найдет, что поесть. Как это найдет? Надо приготовить. Ну, давай-давай, заходи. Итак, перекус в 16.30, уроки в 18.00, ужин в 19.00, постель. Ну, сначала перекус тогда, потом уроки. А, уже пять часов. О, начинается. Получилось с первого раза. А малому покушать что-нибудь, нет? Ладно. Можно газетку почитать. Что там такое? Оригами киллер. А, поэтому оригами на заставке. Мастер оригами снова носит удар. Познанная седьмая жертва. Полиция подтвердила, что убийство совершено по принципу. Еще ребеночек нарисован. Походу, он... Туалет мы пока не хотим. Шон не сделал уроки. Темнеет. Надо включить свет. Давайте включим. А где? Я могу выйти на улицу? Прикольное то, что показывается одновременно еще действие. Блин, грустно, что он с женой развелся. Видимо, для них это был такой сильный удар. Далее. 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 Давайте еще раз попробуем. Все, хватит Там малой сам Надо где-то включить свет Заходим в дом Еще есть второй этаж Включили свет Это, я так понимаю, можно на стуле посидеть просто В первой серии он постоянно улыбался Сейчас он такой грустный Ой, будь здорова Не хочешь немножко поиграть со мной? Лучше телек посмотрю Может, ты хочешь поужинать? Да нет, я пока не голодный Поэтому чипсы взял Похоже, ты простыл Посмотрим, нет ли у меня лекарства Как дела в школе? Учитель добрый? Да нормальный, пап У малого тоже депрессия Может, ты хочешь поужинать? Да нет, я пока не голодный Шон, пора бы взяться за уроки Ну, пап, я хочу еще посмотреть телек Потом сделаю, ладно? Ладно, займемся ими позже Пусть смотрит Че страшного? Может, ты хочешь поужинать? Да нет, я пока не голодный Так, а где лекарства искать? Где искать лекарства? Ага, тут нужно свет включить Можно в одной комнате включить свет Или они боятся В темноте находиться Может быть, на втором этаже будут лекарства Комната Шона Надо было вместе всем Втроем пойти к психологу Для взрослых это такой удар сильно Для ребенка это вообще Прям чувствуется настроение В первой серии такое солнышко было Все хорошо Он часто улыбался А здесь он постоянно грустит Вечно идет дождь Переодеться можно? Мы ищем лекарства Да ё-моё Да ты можешь выйти? Так, здесь что? Тоже туалет Ну, кстати, очень Очень удобно два туалета На первом и втором этаже О, вот и лекарства Обязательно закрываем полочку Так, это что? Руки, кстати, надо было сразу помыть Ему и малому Все, выходим Все, выходим Спускаемся вниз Даем лекарства Шону Поработать, я думаю, он всегда успеет А вот с сыном он видится Не всегда Поэтому сейчас мы больше Уделяем ему времени Малый Ой, зайчик уснул Пора ужинать Надо покормить Шону Да Вот, выпей это Сразу полегчает Спасибо, пап Может, ты хочешь поужинать? О, да Страшно хочу есть Ладно, посмотрим, что можно съесть Разогрею, позову Там пицца была в холодильнике Прям самой захотелось пиццы Рост и чикен Ну, давайте лучше Курочку Это будет более полезно Хотя можно было Кусочек пиццы Кусочек курочки В этом ничего плохого не вижу Ой, аж Живот заурчал Хочу пиццу Так быстро? А, тут вместе с картошечкой С морковочкой Прям, ну это вкусно Эх, вот вы Всегда так Иди есть, Шон Еда готова Взял грязную тарелку Положил ее в раковину Она сама стала чистой Чипсики можно убрать? Нет Давайте с ним посидим Можно пообщаться же Приятного аппетита сказать, нет? Ой Бедные родители Это такая тема Да вообще, в принципе Смерть человека близкого Это все Это всегда С этим надо научиться жить Все, ты поел? О, внезапно Это нам намекает на то Чтобы я не забывала Да, кнопочки Скоро пригодится Ну все В этот раз больше И лучше получилось Идем, Шон Пора спать А уроки? Я не устал Можно подольше посидеть? Ладно Сегодня можешь лечь попозже Вот только маме лучше не говори Ладно? Да Лучше не говорить Давайте с сыном посидим Так, по правильному Мы, получается Только домашку не сделали Сколько там сейчас время? Ну Давайте в девять ему скажем Пусть в девяти посидим Ничего страшного Мне кажется, в восемь Это слишком рано Хотя Кого как приучат Идем, Шон Пора спать Я не устал Можно подольше посидеть? Ладно Ладно Сегодня можешь лечь попозже Ладно, ладно Вот только маме лучше не говори Ладно? Что у нас тут еще на втором этаже? Малого покормили Так, комнату ко сну приготовили Так, это у нас рабочее место Пульт А пульт от чего? Эй, хватит скакать А то вы все время не в кадре Что мне надо делать? Не знаю А, да, Джейсон Кем ты хочешь стать, когда выстишь? Я не знаю Может пожарником или космонавтом Стойте, стойте Придумал Хочу быть охотником на динозаврах Я буду делать игры Самая красивая мама на свете Эй, Итан Стой Ну не надо Не люблю камеру Эй, пап Меня Меня Увидишь, как я быстро бегаю? Да, и я, пап Я тоже очень быстрый Так, все, не плачем Надо идти мальчика укладывать спать Бляха, это рана, которая, наверное, никогда не заживет Работать не буду, идемте Так, мало, наверное, там уже на диване уснул Идем, Шон Пора спать Я не устал Можно подольше посидеть? Нет, уже нельзя Ты же сам знаешь, что это неразумно Завтра в школу Тебе надо выспаться Ну, хорошо Ложусь Ты пойдешь со мной? Да В честь и зубы Надевай пижаму Я приду Так, все, экономим электричество Выключаем Ой, класс, удобно Кнопочка сверху А нам туалет не надо? Нет Мыслей никаких у него нет Ну, идемте Думаю, что он уже все сделал Как бы разрешили ему немножечко подольше посидеть Ну, правильно В переделах разумного Да, вот я зайти не могу Не, со светом лучше Плохо видно А, все, я не могу включить? Могу Спокойной ночи Мишка Я потерял Мишку, папа Ты, наверное, забыл его где-то в доме Не знаешь, где он может быть? Не помню Папа Я всегда с ним сплю Хорошо Пойду посмотрю Может, он найдется Идет? Так, нужен медведь Миссия найти медведя Давайте от первой комнаты Которая ближе Тут, скорее всего, не будет Уже десять Нет, тут ничего нет Может, в рабочей комнате Может, в рабочей комнате? А, или, может, в плодовке? На диване На диване вроде не было Хотя я как-то внимания не обращала А, нет, подожди По-моему, на диване Нет Где-то я видела Игрушку Или мне уже кажется Это что за Хоррор? Там малый зевает Так, ну идем сюда Вот он Нет, я его не видела Мне показалось Блин, уроки не сделали Могут двойку поставить Если его никто спрашивать не будет А то мамка наругает Так, медведь на месте Совсем не хочу спать Спущусь вниз Подышу свежим воздухом Окей Что такое? Паническая атака? Ничего не поняла Ну это кошмар Это не может быть наяву Корнер Норс Корнаби Наверное, это надо запомнить Это кто? Эй, тихо, тихо, игра Не висни Ага, это второй персонаж За которого я буду играть Человек за стойкой Наверняка сможет помочь Сколько можно искать? Может, хоть на этот раз Удастся что-то прояснить Ага, это офицер Пожалуй, лучше по лестнице Полицмен Который расследует дело Лорен Уинтер Знаете ее? Эх, это едва ли Оригами киллер За пять баксов Рассказал информацию И все Получается, в этом городе Какой-то есть киллер-убийца Серийный, точнее, убийца Киллер-убийца Это одно и то же Серийный убийца Фу, у меня начинает язык заплетаться И главный персонаж Прочитал газету Он переживает Может быть, как-то будет связано с его сыном Потому что такие намеки, блин, стрёмные И у него Странные кошмары Или это по-настоящему все происходит Второй персонаж Это детектив Который будет, наверное, это все расследовать Я забыла Третий этаж, какая-то дверь Ой Нам точно не сюда Лара Нойтер Без договоренности не принимаю Пятьдесят баксов Только без поцелуев и извращений Заметано Я думала, он по делу сюда приехал В смысле? Кладите деньги на стол У вас ровно десять минут Звенит будильник Время вышло Ясно? Надо очень осторожно подбирать выражение Чтобы из нее что-то вытянуть Угу Она думает, что я клиент Так А у нее все очень чисто и убрано А шлюхам обычно плевать на состояние их квартиры Симпатичная девушка И она гораздо моложе, чем я ожидал Так, надо очень осторожно подбирать выражение Хорошо Вы бы раздевались Ваше время идет Вообще-то я не клиент О, черт Да вы коп Ну надо же Что хотите Тест-драйв на халяву? Это неосторожно общаться Меня зовут Скотт Шелби Я частный детектив Родители жертв мастера Оригами Наняли меня для расследования Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне Я уже все рассказала полиции Добавить нечего Проваливайте Я понимаю, Лорен Прекрасно вас понимаю Правда? Вы знаете, каково это найти своего сына мертвым на пустыре? Увольте! Я не верю, что вы способны меня понять, мистер Шелби! Томас Шелби? Убедить Этот убийца все еще на свободе И наверняка будут еще жертвы Моего Джонни нет Какая хрен разница? Если не поймать убийцу Многие женщины найдут мертвых сыновей на пустырях Но, вы правы Какое вам дело? Вам-то уже все равно, а? Расскажет? А он фотографии у сыночка Что вы хотите знать? Вы подозревали кого-то, кто мог сделать это? Здесь бывает много сомнительных типов, сами понимаете Конечно, я об этом думала Но это же так нелогично Зачем кому-то из моих клиентов Делать такое С моим Джонни И другими детьми? Фотография стоит Может клиент был Как раз таки со странностями Увидел фотку сына и все Конечно же, он никогда не видел моих клиентов Я хотела завязать Но нужны были деньги Мне так хотелось увезти его из этой дыры Хотите? Нет, я бросил Молодец Как случилось, что он пропал? Он обычно гулял со своими друзьями после школы В тот день был просто жуткий проливной дождь Никогда не забуду Все дети вернулись домой в пять Кроме него Расскажите о Джонни Каким он был? Джонни был таким славным Только часто Лез в драку, когда обо мне Вы поняли? Я думаю, он понимал, что происходит Надо было за зацепки спросить Время вышло, мистер Шелби Я надеюсь, вы довольны Проваливайте Бляха Ладно Если вспомните что-то Любую малость Позвоните Так Ох уж эти Шелби, блин Где его острый козырек? Ладно, уходим У него астма, наверное Лорен Лорен, открой киса Это я Лорен, зачем ты пришел? Я же тебе сказала Не смей являться сюда Ну, киска Я же так соскучился А мы можем разобраться? Надо вернуться и помочь, Лорен Этот парень убьет ее Че тебе надо, урод? Лорен Все в порядке? Нет Да все путем Проваливай, козел Снова ты? Хочешь проблем, могу устроить Я тебе сейчас мозги вышибу Хорош Трой, нет Трой, нет Трой, нет Трой, нет Еще увидимся Проваливай, козлина Как женщина обижает и этот самый первый смелый Вы в порядке? Жить буду, наверное Кто это? Бывший клиент, придурок чертов Совсем оборзел Я уже Сирю хотела заканчивать Берегите себя Он ведь может вернуться Простите, что Мистер Шелби? Да Да Спасибо Может быть, она потом нам чем-то поможет Или что-то расскажет Он же визитку оставил Прям неожиданно А Мистер Шелби хорош У него астма И он так дерется Красавчик Ну и, конечно же, я Потому что на кнопки вовремя нажимала Так, еще один Это кто? Количество осадков 17 миллиметров Походу, с каждым разом все будет увеличиваться Так, ну Я понимаю, что сюжет будет крутиться Вокруг вот этого вот Маньяка Нам нужно будет, наверное, его поймать Блески какие-то Все, останавливаемся на этом Походу У нас есть частный детектив Это, наверное, полицейский Который тоже занимается расследованием И самый первый персонаж Мне почему-то кажется Что его сын тоже пропадет И он начнет это расследование А потом может встретиться С частным детективом Как-то это все закрутится Замутится Блин, ну я теперь Больше переживаю Потому что на кону Получается куча жизней Детских Нам нужно будет найти этого урода Ладно Надеюсь, вам понравилось Все планы находятся в описании Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, жутки, колокольчик Комментируйте Всем до встречи В следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok